Это были гласловные обвинения. Эти гласловные обвинения делаются именно для того, чтобы я здесь у вас стоял и постоянно держался в доме напряжения. Я, моя семья и люди вокруг меня, в футболе с коррупцией и все остальные, что мы раз в месяц должны рассматривать тему, что давайте Навального сажать или не сажать. И таким образом вы, во-первых, мешаете мне нормально работать, и во-вторых, мы знаем это уже сейчас документально, после взлома переписки администрации президента, что у вас есть просто указание на то, что нужно мониторить общественное мнение на предмет посадки нормальной. Нужно постоянно это делать. Ваша честь, я уверен, что и вы это знаете отлично. Кроме того, если раньше я, по мнению судов, воровал, то сейчас я листовки-то раздаю, раньше я в себе, значит, брался, а сейчас людям раздаю, это тоже говорит о том, что в сим должен мне благодарность весть. Какой-то человек, сидящий где-то в Кремле, вот он решает посадить, не посадить, давайте помотайте нервы и так далее, но я не могу каждый раз относиться к этому судебному процессу. Кажется, вы сейчас мне снова скажете последнее слово Навальному и все остальное, сколько я могу сказать последних слов? Это же, в себе понимаете, это квази-юридический процесс. В соответствии с статьей 7.3 Уголовного кодекса России, в случае, когда суд приходит к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания и постановляет считать, назначенное наказание условным судом, устанавливает испытательный срок, в течение которого условный осужденный должен своим поведением доказать свое исправление. Продлить испытательный срок установления Навальному Алексея Анатольевича приговором Ленинску районного ста города Кирова от 18 июля 2013 года на 3 месяца. Постановление можно также жаловать на московский городской суд в течение 10 суток со дня внедрения. Алексей Анатольевич, представление понятно. В общем-то, через месяц будет все то же самое. Давайте как-то жестко скажем. Нет решительно. Хорошо. Это все повторится через месяц, потому что, видимо, на сегодняшний момент администрация президента решила, что издержки моего осуждения слишком велики. Алексей Анатольевич, я еще раз вас увидел. Я в первую очередь хочу поблагодарить всех за поддержку, потому что именно благодаря этой поддержке сегодня такое вынесено решение суда. У меня нет никаких сомнений, что это продолжающееся такое тестирование общественное мнение, которое мы видим постоянно. Бесконечные суды, которые им надоели, с бесконечным вопросом, которым уже смеются, но посадят Навального в этот раз они или не посадят. Мы понимаем отлично, но я благодарен, что общественное мнение в этом смысле не ослабевает и меня защищает. И еще раз спасибо большое всем, кто поддерживает меня и работой Фонда борьбы с коррупцией, партии Прогресса. Каждый раз я говорю это, я не устану говорить это. Мы не сдадимся, мы понимаем, что это угроза и давление. Мы продолжим нашу работу. Сейчас, в настоящее время, наши усилия направлены на проведение выборов в трех регионах, где объединенная демократическая коалиция идет на выборы. И я буду вести эту работу вместе со своими коллегами. И его подобное давление, подобная нервотропка нас не остановит.